Эдуард, вот вы сами упомянули, что фестиваль дело трудное, тяжелое. Вот у меня первый вопрос такой. Скажите, с какой целью вы вообще это делаете? Зачем вам это нужно? Ну вот только что я отвечал на этот вопрос. Это личная цель. Мне просто это интересно, я это делаю. Не какой-то такой объективной какой-то цели, что я хочу улучшить жизнь в городе. Мне кажется, когда люди так говорят, это больше степени слова. Если ты хочешь улучшить жизнь в городе, то ты должен сам стать лучше. Ты не должен парковаться на автомобиле, на газоне, тогда ты улучшишь город. Ты не должен выбрасывать окурки из окон своего дома, на ротуар, тогда ты улучшишь город. Ты должен заниматься просто своим делом. То, что ты хорошо умеешь делать, то есть мы умеем делать книги, проводить лекции, делать выставки, фестивали. Мы делаем их в этом городе, тем самым просто делаем их лучше. То есть специально делать это, то есть оправдывать свою деятельность тем, что мы пытаемся сделать это для города, я на самом деле не хочу. Просто от нами интересно, поэтому это делаем. Ну вот наш город, он ведь считается в архитектурном смысле безнадежным уже, а у вас вдруг фестиваль архитектуры и дизайна. То есть вот... Почему считается безнадежным? Это где считается так? Нет, мне кажется, это заблуждение, потому что... Я думаю, что мы это смотрим на наш город с точки зрения его жителей. Я думаю, что точно так же жители 50 лет назад смотрели на город Свердловский и говорили, что это безнадега. Точно так же, что 100 лет назад, когда строили там оперный театр, и им не хватило бюджета, они говорили, что это безнадега. То есть с точки зрения архитекторов у нас все хорошо, все нормально? Нет, никогда не бывает все хорошо, я думаю, что... Мы просто как бы ощущаем то, что сегодня происходит в городе, как бы на собственной шкуре. Она как бы... эта тема нам близка, поэтому мы ее, ну, как бы критикуем, да, так скажем. Мы не критикуем там какие-нибудь конструктивизм, тоже конструктивизм мы практически не критикуем, мы с этим смирились. Но я думаю, что люди, которые жили во времена строительства конструктивизма, которые были слишком, как бы, тоже настроены на историзм, да, они говорили, боже мой, как можно сносить храм с большой златоуста, строить какие-то ужасные сараи. Вот, это, конечно, все ужасно, что мы все это сносим, ну, как бы я ни про это не говорю, да. Но я думаю, что, конечно, про себя я могу сказать, что насмотренность на архитектуру современную, конечно, у меня, наверное, больше, чем у рядового жителя города Екатеринбурга, и я действительно могу ее критиковать, и могу, наверное, там, ну, в большей или меньшей степени амортирно сказать, что хорошо, что плохо. Но вот мой один из любимых архитекторов Евгений Ас, Евгений Курчас, директор Московской архитектурной школы, как-то раз в интервью сказал, что современные города – это такой сгусток, по-моему, он, я точно не помню, лучше, может быть, вырезать имя. Это сгусток градостроительных ошибок. Вообще, вот, вот настроился город, завод, как идеальный город, да, а уже когда рядышком появились какие-то там избушки за пределами этого города, это уже как бы нарушение идеала. И вот сегодня мы как бы просто, самый, как бы, чистый, идеальный город, наверное, был в голове там Татищева, да, когда он его придумал, да. А потом мы как бы эту всю идею до сегодняшнего дня, мы ее все разрушаем, разрушаем, разрушаем. Представьте, какой силой была идея, если мы ее до сих пор... Не сумели разрушать. Поэтому, ну, и я соглашусь с тем, что это как бы сгусток архитектурных ошибок. Я, когда сегодня я вижу, как строится наш город, я понимаю, что это ошибка. Так делать нельзя. Ну, я надеюсь, что это как-то осознается, ну, теми же девелоперами, да, я вот общаясь с Андреем Брисовичем Брилем, слушаю от него довольно грамотные, здравые мысли по поводу того, что нужно, наконец, освоить средовой подход к архитектуре, вот, потому что, потому что это выгодно. Спасибо. У меня еще один вопрос, который вот меня лично интересует. В прошлом году, по-моему, тоже у вас был фестиваль в Президенте, да, и там была такая же атмосфера, то есть он был еще не открыт, только построен, и вот сегодня я вижу то же самое, то есть благодаря вам, получается, я узнаю о создании новых бизнес-центров. Это какая-то концепция или это случайно так получается? У нас нет площадки собственной. Мы мечтали, конечно, в каком-то там центре современной архитектуры, там центре просто архитектуры, там, наверное, такой площадкой мог бы стать там будущим открывшимся музеем архитектуры, мы, в принципе, способны там принять такие выставки. Мы, поэтому мы просто, как бы, кочуем с одной из площадки на другую, где у нас удается договориться, да, мы находим эту территорию и пытаемся, как бы, представить эту территорию, на которой мы размещаем фестиваль, представить ее как одну из выставок, то есть использовать ресурсы этой территории, да, там. Конечно, легче всего договориться с такими, как бы, с данными объектами, но еще не запущенную эксплуатацию, потому что здесь вроде бы как бы можно уже находиться, да, но здесь уже нет, там, строительных работ, там, громких. И так было в президенте. Мы на этой площадке, вот здесь сейчас проходит фестиваль, мы проводили уже фестиваль «Белая башня», и в этот раз мы снова решили, на этой площадке просто ничего не произошло еще здесь с небольшими изменениями, но мы, если вы были в прошлом году на «Белой башне», у нас была совершенно другая концепция пространства, и люди, которые были в прошлом году, посещают сегодня, они понимают, что это совершенно два разных фестиваля, но территория… То есть он с прошлого года в таком состоянии еще не открылся, да? Ну, с сентября, в сентябре у нас был фестиваль, он стоит. Пожелаем, чтобы подольше не открывался, вы еще какой-нибудь фестиваль проведете? Не, ну, нам на самом деле скучновато тоже проводить каждый раз в одном и том же месте, мы хоть хотим, чтобы появлялись какие-то новые площадки, но на самом деле, мне кажется, есть большая проблема для проведения такого рода фестивалей, я думаю, что с такими же проблемами стараются, например, Государство современного искусства, которое проводит биеннале, да, и которое каждый раз рассасывается где-то там по разным территориям, и тоже там появляется в Уральском рабочем, там еще где-то, да, и вот. В принципе, я думаю, что это не только наша проблема, а проблема там разных других институций, которые наверняка, которым не хватает чего-то подобного. Мне кажется, в городе должна появиться какая-то такая территория, где проходили бы вот такие вот сменные экспозиции. У нас просто все музейные пространства, они слишком суховаты, мне кажется, нет в них какой-то динамики, в этой стройке есть динамика. Вот, и может быть, как-то музейные экспозиции могли переосмыслить, например, свои территории. Мне так академически не употребляют. Ну, тем более, тем более вам спасибо большое за то, что вы это устраиваете, проводите. И спасибо за интернет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!